Всем привет, с вами ваш робо пингвин или Борисов, ребятки, мы продолжаем играть в группу на заднем мафе, это вообще не сказал, Масапега 2, Масапега мы прошли достаточно давно, но я на стримах его проходил, но это не было, что мы продолжим, мы там уже вместе, на чем мы остановились, мы, так сказать, возвращали старый гол нашему, так сказать, опечку, и теперь мы едем, прошу раз мы так игрок, 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 игрок и машину, что не смогли ее продать, сейчас давайте попробуем, как говорится, хит, обрубайку, по правилам ПДД, то есть не вырезаться, заменять продать нечим, где качкаец У нас немножко денег не есть, надеюсь, он на ремонт упадется лучше, чем А, так вот я полетел Вас понял А, тебя кто на руль пустил? Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить, платите штраф Прикольно Такой, не-не, начали драться, подошли копы Не-не-не, я ничего не видел, нафиг я Сейчас, наверное, проголосим Спасибо, офицер Сделай себе одолжение, исчезни Делай ответ, как будто я спрыгиваю Делай ответ, как будто я спрыгиваю Ну, как будто я сприт turn Удивить все свои побои А Делай ответ, как будто я сприт Немного Удивить Да, все В этом Андрекуру Удивить Удивить Если нет, то... Зелёный нагорит горит всё. Зелёный нагорит горит. Ау, вот что, что оно? Узкие дорожки. Зелёный нагорит. Это давай издействовать. Марк, я его тут поставлю, поспецел. Тебе не автосервис нужен, а ванна! У нас как раз скидка на освежители воздуха. Машины чинить очень дорого. Но я из-за этого тачку могу выручить хорошие деньги. Такая, так сказать, тачка стоит большие деньги. Это, может, есть смысл, когда... Водить её нет. Хотя, и хочется, конечно, называть, на меня кажется... ...соркость... 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 ...миль в час. Хотя... ...соркость... ...миль в час... ...миль в час. ...соркость... 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 ...миль в час. ... ...соркость... ...это, так сказать, ...соркость... ...соркость... ...ис... ...соркость... ...соркость... ...я ег. ...потяк делать... ...поксимальная скорость. в в в в в в с вот стройки не захочет нет Ну, наверное, раз вы так спокойно наехали. Подожди, я шметку поставлю. Стараюсь. Продолжение следует. 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 а так нет нас в в в в в в в А, и моя машина! А мы это пропустим, мы это вчера видели. До скорого! ну еще 5 косарей сверху Тачку продали Дэву просто чебе какую-то новую одежду ну давайте так одежду куплю ну что тут новая типа какая-то новая локальница шмот шмотечек ну что у меня две метки показывают и это вот этот дом а тут поверну кто живет это дом а это че это не вариантом поехать домой и помниться ну тогда да а типа а те кто-то не дает мне консалит вариант поехать домой помыться как могли бы добавить он что-то закрывается там там тип стулька тип стулька тип стулька он очищается может быть как-то эффект того что он говорит что он ушел и чека наполнили была бы нужна не страшно нужно дерьмо погадила если вы не что-нибудь купите вы уже всегда рубашка джинс я убираю нет убили я сказал белая девушка в имени правильно поняли джинс помочь я хочу вот это зеленое и сиди я че ну ладно давайте пока давайте еще сильку купим и будем носить отличное сочетание сэр может вам еще и плащик да блин нету спасибо блин скитат дайте мне дайте мне выйти а это не моя я нахожу когда вот тут когда тут копецы когда тут копецы когда рядом с углом дык 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 давайте уже в слов в сокол сети поговорим обновленных слов я просто хочу разочек да еще поваровать дачу почему бы и нет как бы какая то дык как бы если проблема в том что у нас тут нету такого понятия здесь как наша личная тачка то мы можем приехать в мусерскую починить перекрасить давайте их потости сменять колеса поменять номер знак отрегулировать двигатель чтобы он лучше разгонялся лучше работу то есть вот это все вот а то есть а именно чтобы у нас была от примера личная тачка вот чтобы мы украли это все типа наше то есть такого нету а это какой то минус то есть ты можешь взять себе хорошую тачку а на следующий день у тебя фальконе будет даже если ты не парковался привет вот и ты неплохой костюмчик спасибо ну так и в чем дело по какому поводу парад вида мистер фальконе сегодня примет нас в семью тебя и меня нас берут сегодня да ладно да правда почему ты раньше не сказал что нам надо делать все узнаешь но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить о рад тебя видеть как сам привет малыш я хочу поговорить с тобой о том что случится сегодня давай садись ладно конечно и спасибо еще раз за все что сделал чтобы я вышел пораньше а теперь я выполнил второе свое обещание второе да я же сказал что в следующий раз когда начнется прием я тебя порекомендую но вот сделано так ты имеешь к этому отношение ты же работаешь на Винче Да, я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье, но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да, теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно, увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа, как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Что-то мне это не очень нравится, конечно. Удачи. То, что, так сказать, нас заставят сделать. Это, кстати, сидеть не очень похоже. Ты или сползаешь, или тебе неприятно. Я пробовал. Что-то вот именно. Долго ждем и... Твоя очередь, Вито. Джентльмены. Это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Вито. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амику Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг. Вито Скалетто. Что ж они так жжо долго делали? Вот так на него еще смотрят? Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти семь лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Эдди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но это грязно. Я слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Да. Ох, пожалуй, вау, вау, вау. А че так диалога нет, а че? А, выбиваем бабки. Типа вот это все, займы берем, даем, продаем. Ох. Короче, работаем на мафию. Я не знаю, почему здесь, ребят, звука нет. Ладно, давайте пропустим, что мне не нравится, что здесь нет звука. Я сам не понимаю. Да, у меня компьютер такой, что... Это я не могу сказать, что я даже не удивляюсь. Это просто 15 февраля 51. А, уже 4 февраля прошло, ойди. Ох, нифига себе, у нас свой хат. Настя. Я хочу фрукту. Мать, наша хата такая большая. Алло. Ай, Витал, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? И телефон на разговор. Ладно, сейчас буду. Молодец. Но не в трусах же к нему ехать. Хоромушка, как говорится, хорому. Не та дверь. Опять не та, с этим, нифига себе. Алло, мне что, в трусах к нему ехать? Ну, вот, подавайте такой. Так. У нас что-то в туалете спальный и гостинная. Так, да и, блин, где выход? У нас есть тачка, мы вроде какую-то тачку тут покупали. Ого, у нас есть тачка. Ну, могли бы позволить, он мог бы себе что-то. Ох, да, ту реально нашу тачку. Где-то мы живем. О, ну, вот здесь же. Стоять. Рядом с тем местом, где мы начали. Нет. Рядом с тем местом, где мы живем. И, вот, начали. И, вот, у нас, благодаря... Потому что мы идем как-то, горы, 90... Стоять. То есть, до 100, мы смогли, доехать здесь. Я просто газовал, ты дальше, да, мы могут доехать. Ну, горышки. Поэтому... ТТП, водитель хочет скрыться. Что-то на тебя это долго доходило. Вас понял. И... А я Адона Климента. Придется платить, сэр. Двенадцать баквинских! Вот, мы в расчете. Сделай себе одолжение, исчезни. Двенадцать баксов. Двенадцать баксов в те времена, это все, это... Ты уже миллионерщик. Так, подожди. Ну, реально, реально. Это реально. Двенадцать баксов в те времена, это даже... Не, ну, я себе фигшоп, баксов майк, там, сотни милли... Сотни тысяч, даже, может быть, миллионы долларов. Я не верю, что десятки. Хотя, может, десятки лям. А это вообще... Деньги не клюют. Для тех времен, это на фуржи. Прикольно, даже, вот, выхлоп не усиливается. Прикольно, даже, вот, выхлоп не усиливается. Так, гонщик слева. Преследую гонщика. Ясно. Хм. Ладно, на тебе ваши 50 баксов. За это полагается штраф. Спасибо, офицер. Ладно, чтоб я тебя больше не видел. Извини, красавчик. Пошел по оружию. Да, уже догадался. Посмотри, как он такой вошел. А, начало. Нет, так, где же... Иду я на них сбитые, а у них такой видов, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна. И раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я... Еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факона. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападение стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клименте. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладём толпу вооружённых людей. Я всё правильно излагаю? Не волнуйся. У меня есть план. Чёрт. Джо, убери сейчас же. Федди, не бойся, не рванёт. А вот если тут нажать, то... Ой, бога душу, мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно. Дёрганный ты какой-то. Ага. То есть мы средь бела дня зайдём и взорвём лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись. Она не такая уж мощная. Всё здание не снесёт, но в той комнате, где она взорвётся, будет фарш. Как мы узнаем, когда её взрывать? Заберёмся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята. Не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати. Я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти что ли? Ну, он же не член семьи. Так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдёт с нами, потому что нам нужен шофёр на стрёме и прикрытие, если что? Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю. И он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идём мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребёнка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старпёрские разговоры? Вито, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезёт, и всё. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Эй, эй, Джо, ну так, эээ, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, капишь? Хм, ну ладно, но если что, вдруг пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Ликит. Ладно, она не понадобится, поехали. Возьмём мою машину. Ладно, я победу. Только не убей её по дороге, нам на ней ещё убираться. И что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. Ты этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Ну да уж, Джо Той ещё трепло. Про дела семьи рассказывает, которую нафиг никто не должен знать. Хм, это наш год. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал всё, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну мне же просто интересно, все эти тайны и... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну всё, всё, извините. Только слово мне ещё скажи. Прости, я больше не буду. Ни слова. Мамой клянусь. Так, ли... Тихо. 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 Так, отец. Здорово посидимаю... Я просто почувствовал, что там будет зима. Вставай там и слушай, все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы Громил и Климента нашли их при обыске. Да тут тачек-то нау... Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело, а ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги про Ронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Климента снял весь восемнадцатый этаж, это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через проречную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник, встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно, с каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Климента не приехал. Так что не делай глупостей. Ха, это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Ну что же, что сейчас этот пацанчик решит выйти на первую роль? И нам по фиге отзыва. Говорится, что все проехал. Закрыто, этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь! Ну? Пошли, идиот! Где тебя носит? Видишь, тебя налял? Ну? Ты где он? У него перекур. Ну? Ну? Слушай, мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Пошли отсюда. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Такс. И да, и еще. Вот, надень. Совсем охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Ну, как на и усы. Поехали. Если хоть Джо, хоть они как-то же, но вид, то нет. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да, это же Генри. Да. Да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Что лет Генри не видел? Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клемента. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча. И если все не будет сиять, босс огорчится. Так что, если голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. Пожалуйста, уходите. Ну, извини, это было грубо. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? Беспорядок? Нет. А, этот. Вы двое, что надо? Очень сомневаюсь, Ромео. Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Ударился головой. Раз пять или шесть. Так что, теперь тут все в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что, уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Вот, козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Эх, блин, мать вашу. А, желтый? Так, синий, это плюс к плюсу. Красный запал туда. Минус синий, тут накрест. Готово. Окей, самое сложное позади. Мне тут поинтересно, почему, наверное, что? Босс будет сидеть здесь, а не вон там. Ну, давайте, примиритесь тут. Хе-хе. Кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. А можно я у нее что-нибудь попрошу, спрашивай-ка? Да ради бога, ну уж не она глуховата. В смысле глуховата? А ты думаешь, я у нее большой тенни спросил? Ага! Куда же? Крубился. Эй, ну стыд! Это Климента. Мы бы его прямо сейчас завалили. Если бы было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Эта дверь что, закрепили? Молодец. Черт. Я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступеней? Вита. Вита, постой, я кое-что забыл. Держи. Это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кул 1911 с улучшенным магазином. Это его 23 патрона. Так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке. Давай, пора. Да. Не, ну... Не, этот сад, это один из самых мертвых. Господи, успокойся, а то так много не покажется. Твою мать. Давай, поглядь сюда. Их можно по-тихому. Это как устрица. Стой, стой, зацени. Да, жив. Че делаем? Назад не вариант. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай. Черт. Все, ты стрелять вообще не умеешь. Молодец, Вита. Да, жрет у нас быстро. Давай, быстро, пошли. Я лучше всех. Ну, ты друг! Прикрой меня, Вита. Осторожно, там могут быть другие. Я два ход что-то проставил. Я уверен, что они мертвые. Прикрой. Прикрой меня, Вита. Не нравится. Не нравится. Но, ты стрелка. Эээ, автомат. Топ, хадная. И... Райс, тут не служи. Хе-хе. Я прохожу. И это все, чем меня порадует? Хе-хе. Что ты попал? Черт, он и безмерный. Титаник. И, конечно, слышишь, что МакПи-2 у меня есть. Все говорили, что мы можем приехать к... К вот этому причалу. Вот же, вот на этот жоп там, где вот этот литачик был. Брата сюда и вот, а там будете там никто видеть. Как вы понимаете, и его можно еще видеть на этой месте с крыши. То есть, как говорится с вами, вы сейчас. Ладно, вот так пойдет. Надеюсь, снизу нас не слышали. Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Эээ, отдай там, мальчик. Вы что это творите, а? Я еще окно не... О, чёрт. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину, убери. Это чё, ребята, а вам не надо. Вот лента, свяжи-ка его. Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили. Кстати, что у нас там, как гребен? Сейчас убьем элементы и на этом работаем. Ну, ночью, конечно... Ладно, залезай. Работу. Убежим. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает, это сколько? До крыши хватит? Конечно, нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошёл? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Вот ещё есть, договорится, на что посмотри. Отлично. Вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Это как бы надо намочить окно, они хотят скребок. Опять какая-то касса цена без это. Что это так сыграет? Ой, чё сейчас большой взрыв? Надеюсь, мы его увидим, мы его слышим, а то хоть не очень. Кстати, это здание враговами. В Америке вроде в Нью-Йорке и до сих пор стоят. Крышу у него, потому что он у нас. Ну вот мы... Ах, и всё. Готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Нет, наверное, будет хорошего что-то. И бум, давай. Эти кретины и не узнают. О, Иисуси, что за... Ох, ты мой. Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Если кто-то вожим. Фу! Что за... Черт. Господи Иисуси, я чуть на ботинки себе не отверг. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение. Какого хрена? Ой, черт. Вот везунчик. Ах, вы уроды. Черт, его нельзя отпускать. Давай, Вита. Ну блин, а я думал, все так красиво будет. Эй, ну мы им устроили бы хохотать. Да, но дело-то не сделано. Двигай. Найду. Нет! Я не в черном, не вина! Нееет! Верное, Мартини ему разбавил. Осторожно! Засказать сердце! Какая сестра? Че ты? Вискарпи, дорогой! Эй! Меня убивать-то за что? Эй! Ну мы им устроили бы хохотать. Но дело-то не сделано. Двигай. Нет! Я ни в чем не вина! Нееет! Наверное, Мартини ему... Осторожно! Я захожу! Ложись! Так вот... Редиска! Эй! Ну мы им устроили похохотать. Но дело-то не сделано, двигай! Нет! Я ни в чем не винаю! Торопай! Наверное, марш... Осторожно, за специальной стенкой! Прикрой меня, Вита! Уложи того, что сама! И этот, вообще, меня порадует? Хе-хе-хе! Только вы можете не искать, набирать лучей! Вита, погнали! Ну как? Сразу такое пугло! Я тупо-хвост! Увижу тебя с бутылки! Лишь запрещали руку! И это все, чем меня порадует? Прекрой эту дверь, Вита! Я справа! Я захожу! Хе-хе-хе! Мать! Это все что-то... О, черт! Сюда, Вита! Там ты не пройдешь! Давай, покажи! Черт! Пожарные краны заработали! Правда? А я думал, дождь пошел! Умник! Ни черта не вижу в этой воде! Быстро, сэр! Мать! Гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я вас жду! Три... Два... Так... Это что еще такое? Уходите отсюда, Мэр! Мы против вас ничего не имеем! Нет! Другой раз бери помпу побольше, ладно? Ну, откуда мне было знать, что Климента засел в сортире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока! Неси, мы его достанем! Крикорно же, пиздец! Ну, есть! Сними придурка сверху! Черт! Жаль! Я жму! Крикорно! 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 Прикрой меня, Вита! Поражаю! Сними придурка наверху! И это, в случае, меня порадует! Хе-хе! Кто-то попал! Осторожно! Наверху! Берегись! У него ствол! И это, в случае, меня порадует! Хе-хе! Кто-то попал! Черт! Еще один! Сверху! Я вернулся! Ух! 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 Да как! Я за укрытием стою! И-то что за че-то... Угера, алю! Че-то за беспредел! Черт! Еще один! Сверху! Прикрой меня, Вита! Ух! 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 Осторожно! Наверху! Ну, ты дро! Прикрой меня, Вита! Зреляешь, как моя щесть! Давай, быстро! Пошли! Ммм, попал, ты дурак! Ты просто Супермен! Марти! Нет! Нет! Чёрт! Мать! Его убили! Убили! Ладно, Джо, пойдём, надо валить отсюда! Ты ему уже не поможешь! Клименты удирает! Пошли! Я убью его! Наверное, увидели стволы. Ага, думали, это конец? А вот и нет, бродой! Ладно, осталось двое! Если они разделятся, ты только за Климентой езжай! Я умею водить, ясно? Просто держи пушку на готове! Не забивай голову, просто пей за Климент, а он в чёрном лимузине! Я захожу! Джо, я не слепой! Жми на газ, Фитер! Я пытаюсь, Джо! Ну, ты тру! Чёрт! Минус один. Неплохо. Дальше Клименты. Осторожней, Виттер! Всё, конец ему. Давай, всё-таки проверим. Это Мститель, что ли? Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Пиво хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. Что-то мне не нравится, что сейчас заново будет. Алло. Это Джо. Дело сделано. Всё прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно. А Клименты? Труп. Хорошо. За парня не переживай. Всякое бывает. Всякое? Давай, что делаешь? Всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом. Понятно тебе? Чёрт! 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 Не капай мне на мозги! Полегче! Это была твоя идея. Парня туда силой никто не гнал. Да. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль. Но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал. Нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Неужели нам этого персонажа Показывают еще из другой страны? Это приятно. Не так болтливого сворца. Что ж, ребята, А на этом мы сегодня закончим. Что ж, ребята, Все, спасибо. Это меня сегодня в Сокол. Вам всем до было. Чеш, ребятки, подписывайтесь, Ставьте лайки, Пишите комментарии, Ставьте дизлайки, Если хотите. Это уже ваше выбор. Также в описании будет ссылочка на Ваше выбор. Спасибо.